Бесплатные социальные услуги получают почти 5000 жителей Акмолинской области. Большей части из них оказывают медико-санитарную помощь на дому или в полустационарах. Свыше 1000 Акмолинцев с инвалидностью и людей преклонного возраста проживают в Центрах социальной помощи. Аслан Абуталипов продолжит тему. В Центре специальных социальных услуг города Щучинск проживает свыше 100 человек. Большая часть опекаемых – пенсионеры, которые нуждаются в особом уходе. Есть люди с инвалидностью. Им всем доступны различные виды медицинской помощи. Отдельно предусмотрена и программа отдыха, и досуга. В этом году у меня будет котовед, я здесь живу. Здесь слишком, конечно, комфортно мы живем. У нас здесь, ну, обслуживающий персонал добродушный. Кормление, например, у нас пятиразовое. 101 человек – это 101 судьба. И мы не работаем с тем фактом, почему они здесь находятся. Мы работаем уже с ними, как с членами нашей семьи. Государством обеспечены все условия. И коллектив работает над качеством оказания услуг. В регионе сейчас действует 10 подобных специальных центров. Они оказывают широкий спектр медико-санитарных услуг. Все подключены к единой цифровой системе. Это позволяет обеспечить прозрачность их деятельности, эффективное использование бюджетных средств. Все центры оказания специальных социальных услуг у нас подключены к информационной системе. На каждого опекаемого, который у нас находится в наших центрах, заводится такая система. То есть мы берем опекаемого и видим у него от начала до конца. То есть какие услуги, какие медикаменты он получал, какое питание у него. В целом, со следующего года будет внедрено подушевое финансирование социального обслуживания. Вместе с этим частные центры социальной помощи будут проходить лицензирование. Аслана Буталипова, Виктор Полянный, Акмолинская область, 24КЗ.